МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая южная область Австрии, граничащая со Словенией и Италией, это и есть Каринтия, земля, озер. Их здесь более двухсот. Причем вода в озерах питьевая. Каринтийцы очень гордятся качеством воды своих озер. Один из лозунгов Каринтии – «А давно ли вы купались в питьевой воде?» Ну, признаться, давно. У нас в России только одно такое место есть. Но уж больно вода холодная. Озеро Байкал называется. Для отдыхающих здесь на озерах все те же водные развлечения, что и на море. Мотоциклы, лыжи, катера, парашюты, яхты, ну и тому подобное. Вдоль озер проложены велосипедные дорожки. И любимым развлечением туристов является поездка вокруг озера на велосипеде. А потом идут споры, за сколько часов можно объехать то или иное озеро. Туристическая программа может строиться по-разному, но чаще всего русским туристам предлагают два вида. Первый – это когда вы приезжаете в Каринтию и спустя несколько дней, вдоволь наотдыхавшись на озерах, едете на экскурсию или с ночевкой в Вену и Зальцбург. А второй вариант – прилетев в Австрию, вы останавливаетесь сначала в Вене, а затем приезжаете в Зальцбург и оттуда уже в Каринтию. Второй вариант несколько дешевле, экономнее. Так вот, в Вене мы уже с вами побывали, а теперь отправимся в Зальцбург. Итак, «Непутевые заметки» или «Моцарт – великий композитор». Зальцбург расположен в северо-восточной части Австрии, на границе с Германией. Этот сравнительно маленький городок, 140 тысяч жителей, является одним из самых знаменитых в мире. Слава Зальцбурга связана прежде всего с Моцартом, который здесь родился, и с ежегодным фестивалем искусств. Я давно уже заметил, для того, чтобы почувствовать город, оценить его дух, обаяние, истинную красоту, надо встать рано утром. Это как с женщиной. Если она и утром столь же прекрасна и желанна, как и вечером, значит, это подлинная красота. И даже бегуди ее не испортят. Это сад Мирабель. Его история – это история романтичной любви архиепископа Вольфа Дитриха фон Ратинау и Саламея Альт. Несмотря на обет безбрачия, архиепископ имел гражданскую жену, которая родила ему 15 детей. Горожане знали об этой маленькой слабости своего пастыря, но молчали. Архиепископ был столь увлечен своей плодоносящей возлюбленной, что в порыве чувств подарил ей этот чудесный дворец и французский сад. Но счастье, увы, не длится вечно. Наступили суровые годы войны, поражения в ней, и любве обвильного архиепископа заточают в крепость. А его возлюбленная Саламея вместе со всеми детьми вынуждена покинуть город. Что с ней стало неизвестно, но дворец и сад существуют и поныне как памятник великой любви. Городской воскресный рынок. Продавцы-селяне еще только раскладывают свои товары. Посмотрите, какие русские лица. У всех крестьян есть, видимо, что-то общее. А теперь, пока площади и улицы пустынны, давайте насладимся недолгим одиночеством. К полудню главная улица старого города, Гитраи де Гассе, заполняется туристами. Я уже говорил, что город освящен именем Моцарта. И хотя здесь нет постылых лозунгов, сколько дней осталось до очередного юбилейного дня рождения австрийского гения, его изображение всюду. На конфетах, бутылках, майках, рюкзаках, детских колясках. Это дом, где родился великий композитор. И здесь же кладбище, где похоронены отец Моцарта, его мать и жена. Здесь же, на этом миниатюрном погосте, посреди города, находится усыпальница любвеобильного архиепископа. Находясь в заточении, перед своей кончиной он оставил завещание. Хоронить меня завещаю. После полуночи, в повседневном, а не в праздничном облачении, присутствовать шести монахам-францисканцам. Траур по городу не объявлять. Горожане все так и исполнили. Вообще история этих мест очень древняя. Когда-то, за 800 лет до нашей эры, местное население добывало здесь медь. Затем пришли кельты и стали добывать соль. Их сменили римляне на целые пять столетий. После падения Римской империи, земли захватывают баварца. Первое летописное упоминание о Зальцбурге датировано 755-м годом. Зальцбуржцы очень гордятся тем, что еще в 12 веке здесь были построены искусственные каналы с питьевой водой. Спустя 50 лет после смерти Моцарта, городские власти решили назвать площадь его именем и установить на ней памятник. Жена Моцарта, Констанция, просила городские власти воздвигаемый ими памятник Вольфгангу Амадею поставить так, чтобы он смотрел лицом на ее дом, где она с Моцартом провела недолгие, но счастливые дни. Но жестокосердные бюрократы из мэрии решили с точностью да наоборот. Констанция не пережила этого и умерла. Однако об истории города. Так вот, оказывается, еще до 1816 года Зальцбург был отдельным государством, управляемым архиепископом. По светской линии он не подчинялся никому, а вот по духовной лишь папе римскому. И в прошлом году город отметил 1200-летие архиепископата. Так что, как австрийскому городу, Зальцбургу всего 200 лет. Какая непредвиденная встреча с доезжими гастролерами из ближнего зарубежья. Да, так вот, если вы скажете, что Моцарт австрийский композитор, это будет глубоким оскорблением Зальцбуржцу, и он обязательно вас поправит. Моцарт родился и умер гражданином свободного города Зальцбург, скажет он. Жители Зальцбурга очень гордятся тем, что вся Австрия встает под звуки музыки Зальцбуржца. Ведь гимн Австрии написан Моцартом. Поистине прав американский рекрут. Моцарт – великий композитор. В центре площади установлена колонна Марии. Если отойти к концу площади и медленно приближаться, то возникнет ощущение, будто ангелы, что изображены на фасаде собора, коронуют Богородицей. Во многих сувенирных магазинах продают национальную одежду. Она очень красивая, но и очень дорогая. Подчас дороже костюмов от Труссарди или Армани. Может быть, когда-нибудь и наша национальная одежда будет стоить дороже, чем китайская куртка. А рядом с Золотой улицей находится Еврейская улица. Евреи – первые торговцы в Европе. Именно они привозили товар с Востока. Именно они придумали и открыли банки. Ведь что такое банк? Это скамья, что стояла возле еврейского дома, и на которую присаживались для обмена денег. Ну а теперь пришла пора прощаться с Зальцбургом и отправляться домой, на юг, в Каринтию. Юг Австрии необыкновенно живописен, и путешествие на автомобиле дает возможность более подробного знакомства с его природой и маленькими уютными городками. Этот городок – родина матери Моцарта. Здесь он провел свое босоногое детство. И здесь же, на берегу озера, стоит изображение святого Иоанна Непомука, который был утоплен за то, что не выдал тайну исповеди королевы – ее мужу, королю. К его губам приложены два пальца. Это означает «я промолчал». В этой деревне почетным гражданином является друг нашего Бориса Хельмут. Уже в течение 20 лет друг Хельмут приезжает сюда и проводит свою знаменитую альпийскую диету. Меня убеждали, что за 8 дней он теряет в весе 15 килограмм. Но я в это не поверил. Хотя кто его знает? Ведь эта диета предусматривает отсутствие мясного, только обезжиренные молочные продукты, обезжиренная альпийская форель, обилие минеральной воды, выводящей шлаки, спортивные упражнения и горные прогулки. Этот регион называется Зальцкамергод. Он охватывает три федеральные земли. Здесь 76 озер. Протяженность самого большого – 20 километров. Самая глубокая – 225 метров. А самая маленькая – всего-то 112 метров длиной. Ни одна деревня не похожа на другую. У каждой свое очарование, своя особенность. По соседству с деревней Сент-Гилген, в которой мы только что побывали, находится деревня Вольгензея. Она расположена на озере длиной 11 километров и глубиной 114 метров. Да, причем напомню, что вода во всех озерах питьевая. У входа в церковь фонтанчик. На нем изображено, что может случиться, если перепить святой воды. То есть может стать плохо сердцем. Церковь построил епископ Вольганг, прославившийся тем, что бросил топор на 6 километров. Этот рекорд внесен в книгу Гиннесса. И его не переплюнул еще ни один епископ, ни то что профессиональный спортсмен. И вот на месте падения топора и была построена эта церковь с ее знаменитым алтарем. Мы оказались возле собора перед началом местной свадьбы. Гости собирались на венчание, будучи одетыми в национальную праздничную одежду. И я им позавидовал. Когда же у нас наступят времена, когда мы с радостью будем одевать наши национальные одежды на свадьбы и другие праздники? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Очарование подобных городков и деревень в том, что большинство из них расположено на берегах озер со всеми водными развлечениями, такими же, как и на море. Но особенностью отдыха на озерах в Южной Австрии подразумевает еще и активный отдых. Ну, при желании, конечно, в горах. Почти все отдыхающие берут на прокат велосипеда и на полдня, а то и на целый день устремляются в горы. Зальцкамергут и Каринтия, о которой я вам рассказывал, действительно райские уголки. Таких в Западной Европе, наверное, осталось не так уж и много. Оттого отдых здесь не самый дешевый. Но отсутствие массового туризма и позволяет этому краю сохранить свою неповторимую красоту. Субтитры создавал DimaTorzok В конце передачи для заинтересованных зрителей мы дадим телефон агентству, занимающегося организацией отдыха в Каринтии, Южной земле Австрии, из которой рукой подают до Вены, и до Зальцбурга, и до Венеции, в которые мы отправимся в следующее воскресенье. Ауведерзейн, ваш Гер ДК. Вообще-то они произносят хер, но по-русски это звучит двусмысленно. Пока.